Шесть лет назад я занималась порядком слов в славянских диалектах, и сейчас я хотела бы к этому исследованию наконец-то вернуться, блага ребёнок. Да, и этим я, несомненно, очень обрадую Ольгу Сергеевну. Это будет ей от меня лучшее поздравление. Лучший подарок. Я так и знала. Значит, в докладе я рассмотрю порядок слов в двух старопечатных памятниках середины XVIII века, которые были переведены на территории бытования корентийских диалектов славянского языка. И сопоставлю с порядком слов в современном славянском литературном языке и современных корентийских диалектов. На карте корентийские диалекты отмечены розовым. Большая часть этих диалектов находится на территории Австрии. Памятники, с которыми я работаю, это первые издания апокрифических сборников Духовна Брамба и Коломона Ужеген, так называемые буковнические книги. Их создали корентийские буковники. Я вкратце сейчас расскажу, чем эти люди известны. Это самоучки, которые переписывали религиозные произведения славянских партистанских писателей. В XVI-XVII веках они занимались только этим. Как правило, это крестьяне, которые уж не знаю, какими путями стали грамотными, но они пытались сохранять протестантскую культуру после того, как в самой Словении прошла контрреформация. Значит, при этом в текст проникали особенности родных диалектов-переписчиков. Вот в левом столбце список, какие рукописи, какие печатные памятники относятся к этому периоду. В середине XVIII века буковники начали переводить с немецкого религиозные книги, часто апокрифические. Лечебники, руководство под качеством, сборники календарных примет, народных песен и средневековых легенд. Именно к этому периоду, периоду переводческой активности, относятся те источники, которые мы рассматриваем сегодня. Кулумона Ужеген и Духовна Брамба. А вот в третий период, с конца XVIII века по начало XIX, буковникам уже не приходилось работать тайком, и их имена известны. Я перечислила здесь некоторые в третьем столбце. Они продолжали переписывать и переводить книги, но вдобавок к этому они и сами создавали художественные произведения. Они собирали этнографический материал и устраивали представления народного театра. Почему я выбрала для анализа именно эти два памятника? Дело в том, что оба памятника дошли до нас в полной сохранности, их текстология хорошо изучена, их объем представляется минимально достаточным для обнаружения наиболее характерных особенностей корентийского порядка слов и выявления их частотности в тексте. Оба памятника прозаимы, что исключает расстановку клитик в интересах соблюдения ритма, как это бывает в славянской поэзии. И оба памятника печатные, что практически исключает возможность неверного прочтения. Считается, что корентийские буковнические книги первых двух периодов весьма опосредованно фиксируют современное им состояние корентийских диалектов, ведь в их основе лежит центральнословенский литературный язык, ориентировавшийся на норму второй половины XVI века, как раз расцвет деятельности славянских протестантских писателей. Но известно, что оба моих памятника последовательно отражают фонетические особенности юго-западной части рожанского диалекта. Это центральный диалект корентийской группы, на карте я выделила этот юго-запад красным. А это дает мне оснований рассчитывать, что и синтаксические особенности местных диалектов в них отражены. Давайте проверим, так ли это. Корентийское издание сборника «Духовна Брамба» состоит из двух частей. Первая как раз называется «Духовна Брамба», а вторая – «Духовна Вахта». Словенский исследователь Иван Графенауэр считает, что сборник переведен не в Коринтии, а протограф сборника он считает переводом с немецкого на центральнословенский литературный язык. В корентийском издании присутствуют фонетические особенности зильского диалекта, на карте я выделила его красным цветом. Это периферийный диалект карантийской группы. Однако издатель не исправлял орфографию протографа. Графенауэр предполагает, что сборник был переведен или первоначально бытовал в зильском диалекте в Краньской горе. Для сборника Калумона Ужегин Графенауэр также предполагает наличие центральнословенского протографа. Карантийский издатель Калумона Ужегина весьма свободно обращается с орфографией протографа. И это позволяет предположить, что и порядок слов он привел в соответствии с узусом родного идиома, и что Калумона Ужегин в большей степени отражает карантийский синтаксис, чем духовно Брамба. И это мы тоже сейчас проверим. Какие особенности синтаксиса я рассмотрю в этих памятниках? Всего четыре. Это такие инновации, как подъем в начало кластера клитик будущего времени и клитики третьего лица единственного числа настоящего времени Е. Это такой архаизм, как отрицание типа Бинеделоу. И такая инновация, как подъем кластера в абсолютное начало предложения. В современном славянском литературном языке большинство глагольных клитик занимает позицию в абсолютном начале кластера. Исключения как раз и составляют глагольные клитики будущего времени и клитика третьего единственного настоящего времени Е. Это самые молодые пластеризуемые клитики в словенском языке, поэтому они располагаются в самом конце кластера. Как видите, система несимметрична. Она реализует кодифицированную переходную стадию формирования кластера, но по диалектам она стремится выровняться. Это как раз и выражается в подъеме оставшихся глагольных клитик в начало кластера к остальным глагольным клитикам. Например, в литературном языке «Увидимся» звучит как «сэ бомо видали», где «сэ» – это возвратная частица, а «бомо» – глагольная клитика будущего времени. Но в разговорной речи вполне допустимо поднять глагольную клитику в начало кластера «бомо се видали». Это не считается литературным, это не имеет никакого отношения к норме, однако это живой узус, который постепенно захватывает все славянские идиомы. То же самое происходит и в карантийских диалектах. Сейчас в среднем по карантийской группе этот подъем происходит в 10% всех употреблений, а в современном рожанском диалекте, который нас интересует больше всего, в 8% всех случаев. Поломона Ужеген и Духовна Вахта не отражают процесс подъема. Глагольные клитики будущего времени располагаются в них строго в конце кластера «клитик». Только в Брамбе мы встречаем подъем клитики будущего времени в двух контекстах из семи. Вы видите в примере, что оба контекста расположены на одной странице, а между ними в том же самом предложении контекста подъема еще нет. Видите, какая вариативность, как оно все скачет на одной и той же странице. Живой процесс, как он есть. Глагольная клитика третьего единственного настоящего времени «е» поднимается в начало кластера значительно чаще в этих памятниках. В 30% всех показательных употреблений. Но все примеры я взяла только из Духовной Брамбы. В Духовной Вахте ни одного случая подъема. И опять-таки, одно предложение, два контекста. В одном случае подъем произошел, в другом нет. Живой процесс, колебания, как они есть. Полумоган в Жеген дает всего два контекста соседства «клитики» «е» с местоименной «клитикой». И подъем глагольной «клитики» происходит в одном из них, то есть пополам-пополам, нерелевантно. В современном рожанском диалекте подъем «клитики» «е» в начало кластера составляет 5%. Высокая частотность подъема, представленная в Брамбе, во всей карантийской группе наблюдается только в периферийном зильском диалекте и его крайнецкогорском субдиалекте. Возможно, это как раз и является косвенным свидетельством в пользу теории Графенауэра о том, что сборник изначально был создан или бытовал на территории крайнецкой горы в зильском диалекте. Ну, конечно, возможно, также погрешность ввиду малого объема памятника. Следующий процесс, который я рассмотрю, это как раз не процесс, это архаика, это отсутствие процесса. Это архаичный порядок слов при отрицании со слагательным наклонением, тип отрицания «би-не-де-лау». В современном славянском уже новый порядок слов при отрицании со слагательным наклонением «не-би-де-лау», при котором проклитика «не» и критика «би» образуют слитную парокситоническую форму «не-би». А по диалектам спорадически сохраняется архаичный тип отрицания «би-не-де-лау», при котором частица «би» остается в составе кластера «клитик», а отрицательная частица «не» располагается непосредственно перед «эл-причастием». Этот тип отрицания характерен как для современных карантийских и панунских диалектов, так и для славянского литературного языка XVI века. Посмотрим, как эта архаика отражена в наших памятниках. Поломона Ужеген и духовна Брамба искомых контекстов не содержат, а в духовной вахте используется как раз только этот архаичный тип отрицания. У вас тут два примера. Такая высокая сохранность архаичного типа отрицания характерна для современных западных диалектов карантийской группы, как раз-таки наших зильского и рожанского. Смотрите, по 100% везде. И можно проследить убывание этого архаичного типа отрицания с запада на восток карантийской группы диалектов. Смотрите, на востоке он уже замещается новой отрицательной конструкцией «неби-делов», которые будут в славянском литературном языке. И последний процесс, который я рассмотрю, это подъем кластера в абсолютное начало предложения. В карантийских диалектах, как и в славянском литературном языке, действует закон Баккернагеля, реализующаяся в том, что клитики стоят после первой ударной составляющей предложения. Также кластеризуемые клитики могут располагаться в абсолютном начале предложения. В таком случае они уже не энклитики, они уже проклитики. Это чисто славянская инновация. Частотность такого проклитического положения кластера в среднем по карантийской группе составляет 19%. В абсолютном начале предложения могут располагаться как глагольные, так и местоименные клитики. При этом ограничений на количество клитик в кластере нет. Их может быть до четырех. Это максимум клитик в кластере в славянском языке. В духовной Брамбе показатель проклитичности кластера составляет 26%. Что соотносится, посмотрите-ка, с 25% в современном рожанском диалекте. Однако важно отметить, что в Брамбе все случаи проклитического положения кластера локализованы в одном и том же кратком фрагменте на двух страничках. За исключением одного примера, где клитик 2, он у нас тут второй в списке, все контексты состоят из одной клитики. Значит, две клитики – это максимум, который мы поймали. Со-ми стоят две клитики в начале предложения. Неплохой улов. В духовной вахте кластеры клитик строго энклитичны и в абсолютном начале предложения не встречаются. В Коломоново-Ужегне кластер поднимается в абсолютное начало предложения всего в 3% случаев. Проклитический кластер включает только одну глагольную клитику. Посмотрим, что получилось. Изначально я предполагала, что Коломоново-Ужеген в большей степени отражает корентийский синтаксис, нежели сборник Духовна-Брамба. Как выяснилось, сборник состоит из двух настолько неоднородных частей – Духовна-Брамба и Духовна-Вахта, что разумнее сперва сравнить их между собой. Духовна-Вахта, хоть и находится под одной обложкой с Брамбой, гораздо консервативнее в плане синтаксиса. Вахта повсюду сохраняет архаичный тип отрицания «бинеделло» и не отражает инновативные процессы перехода глагольных клитик будущего времени и 3-го лица 11-го числа настоящего времени в начало кластера. А также подъем кластера в абсолютное начало предложения. Коломоново-Ужеген чуть более явно отражает корентийские синтаксические инновации, хоть и в единичных случаях. И наиболее приближен к современным корентийским диалектам синтаксис Духовной Брамбы. Интересно будет сопоставить порядок слов в этих памятниках с источниками по центральнословенскому литературному языку 16-го века. И посмотреть, насколько эти памятники ушли в диалектное разнообразие. Спасибо за внимание. Спасибо за очень интересный доклад. Есть ли какие-то замечания, вопросы? Не замечания, а какого-то пожелания Маши вернуться. И это обрадует не только Ольгу Сергеевну. Я думаю, это обрадует и кафедру. Ну, во всяком случае, меня это очень обрадует. Было очень интересно. Я непременно вернусь. Спасибо вам большое за поддержку. Честно говоря, я ожидала замечания не тарахтеть. Так что я рада, что это не оно. Нет, это было даже приятно. Спасибо. Я обязательно вернусь к этой теме. Надо ее уже добить.